Ну вот и заканчиваются наши новогодние каникулы. Очень рада, хорошо так отдохнули, и по Москве погуляли, и за городом пожили три дня. Так что будет очень много воспоминаний, все стараюсь по максимуму записывать, что все это осталось на память. Конечно же, огромное спасибо подруге. Знаете, вот всегда, когда какое-то время не видишься, всегда какой-то мандраж по поводу того, что, ну, люди же меняются, вдруг как-то не сможем мы найти общий язык, или что. Ну, подруга у меня мировая. В общем-то, ничего не меняется, все, что меняется в лучшую сторону. Хорошо пообщались, поделились. Ну, всем полностью, каждый рассказал про себя, хорошо посидели, отдохнули, погуляли. В общем, массу удовольствий, спасибо ей огромное. Сейчас по городу еще мы немножко погуляем, и будем уже выдвигаться домой. Так что сейчас еще немножко позаписываю. А с этого прекрасного дома мы уезжаем. Неизвестно, когда еще приедем. Спасибо этому дому. Ну, а те, кто первый раз на моем канале, хочу сказать, что меня зовут Ольга. Мы приехали из Новороссийского в Москву на новогодние каникулы. Поэтому подписывайтесь на канал. Показываю все, что мы увидим в Москве. И, конечно же, максимум рассказываю про Краснодарский край, про наши поездки, про любимый город Новороссийск. А моим любимым подписчикам еще раз поздравляю со всеми праздниками. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы такие замечательные. Ставите лайки, пишите комментарии. Я вас очень люблю. Нашла в доме укромный уголок, потому что народу много, и хотелось немножко пообщаться. Ну, времени, конечно, такого большого нет. Хочу рассказать о своих впечатлениях по поводу поездки в Москву. Конечно же, это сказка. Москва новогодняя очень красивая, очень нарядная. Меня смущают огромные площади, которые надо проходить в течение дня. То есть даже если с одного метро переходишь в другое метро, такое большое расстояние. И прямо уже к вечеру ноги отламываются. А так очень много красивых мест, конечно, которые мы еще не увидели. Или в основном уже ходили в центре, в районе Красной площади. И я даже не представляю, я, наверное, не смогла бы в таком городе-миллионнике жить. Это, конечно, должна быть очень насыщенная жизнь. У меня более спокойная, более умеренная. Но именно вот такие поездки, они очень хорошо заряжают. То есть вот сразу появляется больше энергии, желание что-то новое придумать. Не сидеть на месте, чтобы была всегда возможность ездить, путешествовать и смотреть новые красоты России. И вот летом мы были в Питере. До сих пор у меня такие воспоминания очень приятные. Теперь в Москве, несмотря на сильные морозы, остались только. Шикарные воспоминания. Но может эти сильные морозы, они мне еще и помогли. То, что как-то вот такой адреналин получила. То есть если бы все так было, так тепло, красиво, уютненько, как-то. А тут прям так, ух, туда бежишь, туда бежишь. В общем, снег идет. В общем, все увидели, как снег идет. И в снегу накувыркались, нанырялись. Поэтому и в лесу погуляли, в московском, настоящем, сосновом. В общем, и грибов соленых попробовали. В общем, если перечислять, конечно, столько эмоций, столько воспоминаний. Вот, поэтому, конечно же, всем советую. Делайте так, чтобы у вас была возможность путешествовать. Это самое приятное. После того, как вот в доме все хорошо, мир установится и со здоровьем у всех будет все прекрасно. После этого, это, наверное, следующие пункты, чтобы человека сделать счастливым, это побольше путешествовать. Ну, для меня это прям действительно, это заряд на несколько месяцев. Новый год, Рождество пролетело незаметно. И надо дальше двигаться в путь. И решили еще погулять по Москве. Несколько музеев посетили. Так что поехали вместе с нами. В Москве по музеям мы все время ходили вместе с сыном. Но потом мы решили все-таки разделиться. Я хотела поехать в парк Зарядье, Китай-город. А он хотел увидеть ресторан Клод Мане. Это сериал «Кухня» знаменитый. Вот как раз он его снимает с улицы. И в этом здании снимался как раз фильм «Кухня». Этот сериал он пересматривает несколько раз. Очень нравится. Главные герои вообще неплохо играют. И поэтому он сказал, когда я буду в Москве, я обязательно пойду в ресторан Клод Мане. Называется сейчас он «Грайс ресторан». Ну, внешне все такая же картинка. Вот. Так же, как и внутри. То есть, самое главное, что сбылась мечта сына. Ему подарили деньги. И он решил один сходить поужинать в этом ресторане. В общем, несмотря на холод, мы дома не сидим. Уже вечер, примерно около восьми часов, я гуляю по парку. А он пришел в этот ресторан и осуществил свою мечту. Потому что мечты должны обязательно сбываться. И вот внутри, ну вот, так все помаленьку, втихаря снимал. Ну, конечно, эмоции его захлестывают. Вот. И он потом мне скидывал видео. Заказал курицу в апельсиновом соусе, кофе. И, в общем, посидел и хорошо отдохнул. Вот делится со мной эмоциями и рассказывает, как он счастлив, что он наконец-то сюда попал. Ну, а я потом, после парка Зарядье, еще погуляла по вечерней Москве. Но это будут совсем другие видео. А теперь мы пришли в кафе «Найс прайс». Здесь все пудо, плюс 250 рублей. Здесь по QR-коду заказываешь. Официанта приедут. И потом после заказа тебе уже принесут. То есть тебе никто не подходит. Сейчас покажу, какой огромный зал. Здесь такая большая территория. Это рядом со станцией метро «Смоленская». Адрес площадь Смоленского 13-6. И вот такой большой зал. Здесь сидят. И вот там QR-коду заказывают. То есть выбираешь блюдо. И приходится ждать. Говорят, полчаса. Где-то минут 40. И все. И все. И акция. Это все по 250. Это идет до 4 часов. С 11 утра до 4 часов. В общем, народу много, посадка всегда. Иногда бывает даже здесь прям очередь не сдают. Но мы зашли и сразу сели. И вот небольшой такой столик на двоих. Принесли домашний лимонад. Даже маракуйя здесь с клюквой заказали. В общем, салат, суп, второе. Неважно что, все стоит 250 рублей. То есть мы всего помаленьку заказали, чтобы в Москве обязательно посетить это место. Оно очень популярно. Вот. Сын видел в ютубе. И мы решили сюда прийти. Ну, в общем, принесли стейк, роллы. Мы быстро проглотили. Вот. Сейчас пиццу заказали. Еще крылочки. И все в том ям. То есть все. Основная еда такая. А это мы зашли во двор, чтобы снять старые дворики Москвы. Это мы пришли на Арбат. И вот такие тут дворики. А то все вам показываю красоту, огоньки, иллюминации. Здесь, получается, вот это двухэтажное в основном офисы. Такие они старенькие дома. Так, ну, пойдем на сам Арбат. Вот мы пришли на Арбат. И здесь как раз находится театр имени Евгения Вахтангова. И вот идет обыкновенное чудо, сказка. Так, что можно пойти взять билеты. Но мы завтра уже уезжаем. И вот сам Арбат. Здесь не должны машины ездить. Ну, видимо, какая-то стронка или что-то. Вот это, видите, вдалеке на Арбате стена Соля. Расписанная ситуация. Перемен требует наши сердца. Согласна? И вот Арбат. Горячка. И вот напротив прям центральный дом актера. Центральный дом актера, где собираются знаменитости. Если здесь постоять, то можно увидеть какой-нибудь знаменитого актера. Вот на Арбате место тусовок. В 80-е годы, 87-й, 88-й. Сюда приходила. И здесь нарисовали мой портрет. Художники этот портрет. Бескор у меня хранится. Очень похоже. Продавались картины. Красивые на Арбате деревья стоят. Музей Юрия Сенкевича. Здесь на Арбате находится Юрий Сенкевич. Знаменитый путешественник. И здесь открыли музей. Сколько магазинных. Красиво все. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Продолжение следует.